На планерке обсудили и проведение православного праздника Крещения Господня. Он пройдет в ночь с 18 на 19 января. Как известно, в это время верующие окунаются в прорубь. О том, как идет подготовка к большому празднику, Юлия Важенина. Крещение относится к семи наиболее древним таинствам православной церкви и одной из трех символизирующих духовное перерождение человека. В крещенский сочельник верующие окунаются в освященные воды Иордани, проруби в виде креста, чтобы очиститься духовно. Главные традиции этого праздника связаны с водой. Крещение ежегодно отмечается в один и тот же день, 19 января. В этом году это четверг. Около 70 мест для массовых крещенских купаний готовятся в городах и районах Чувашии. Ожидается, что на крещение в проруби смогут окунуться около 17 тысяч верующих. Для жителей столицы Чувашии купели традиционно готовятся в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Всего их будет четыре. В этом году деревянная конструкция купели обновлена полностью. Это перила, основания, боковины из нового материала. Глубина воды купели будет где-то метр тридцать сантиметров. Это достаточно, чтобы окунуться. Подходы к купелям. Будут установлены новые трапы. Кабинки в этом году мы сделали, изготовили сборно-разборные из современного, прошлого материала, где предусмотрены вешалки, полки для сумок. Переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. Территорию будут подсвечивать три прожектора. А все желающие смогут выпить горячий чай с выпечкой. Также вокруг купели будет организовано дежурство спасателей. Медицинские работники будут дежурить. И наши работники, которые будут поддерживать подходы сами купели в чистоте и порядке. Святая вода помогает справиться с недугами, способствует излечению от многих заболеваний, помогает очиститься духовно, окрепнуть, закалиться, смыть грехи. Именно поэтому многие верующие стараются искупаться в проруби на крещение. Задачу обычно усложняет и без того непростая зима в России. Как правило, на крещение мороз крепчает. Но чем холоднее погода, тем приятнее окунаться, так говорят опытные люди. И из года в год около купелей выстраивается очередь из желающих. Тем не менее, прежде чем окунуться, нужно подготовиться. Организаторы крещенских купаний и врачи подчеркивают, окунаться в ледяную воду полезно не всем. В первую очередь, выдержаться от купаний следует тем, у кого есть признаки сердечно-сосудистых заболеваний или болезни дыхательных путей. А тем, кто все же решился, необходимо проконсультироваться со специалистом. В любом случае, это не должно быть экстремальным моржеванием. Достаточно умыться святой водой из Ордани. Это и будет причастием к святыне и участием в празднике. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.